Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тайна гибели Гагарина В то серое промозглое утро, в затянутом облаками небе, над маленьким провинциальным городом Киржач, падал самолет с первоклассным экипажем из двух героев Советского Союза. Гибнущие на глазах у нескольких жителей глубинки полковники ВВС Юрий Гагарин и Владимир Серегин в последние мгновения жизни не знали, что будут преданы теми, кто громче всех кричал десятилетиями на весь мир о любви к своему народу, кремлевской комарильей, так ничего и не сделавшей для раскрытия тайны происшедшей катастрофы. Кремль. 1967 год. 15 марта. Идет секретное совещание космического направления Советского военно-промышленного комплекса. Заседание ведет сам председатель Государственного комитета СМССР по оборонной технике Леонид Смирнов. В конце мероприятия он просит задержаться нескольких товарищей, отвечающих за пилотируемую космонавтику, и доверительно сообщает им мнение ЦК и правительства, решительно возражающих против поползновений некоторых космонавтов по части дальнейшего их участия в освоении космоса. Среди возмутителей спокойствия первым называется Юрий Гагарин, которым, как вы, товарищи, понимаете, мы не можем рисковать. Генерал Николай Каманин, помощник главкома ВВС по космосу, взрывается. Но давайте превратим космонавта номер один в музейный экспонат. Вы что же, в самом деле решили его погубить на радость империалистам? Тогда следует быть последовательным до конца. Запретим ему занятия спортом, езду на автомобиле, ходьбу пешком. Смирнов нехотя сдается. Лично я не против его благородных устремлений во славу Родины. Но свою точку зрения должно высказать и Минобороны. А мы подготовим материалы для Политбюро. 1968 год. 26 марта. Заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации Пушкин. Услышав от Серегина по телефону, что тот будет выпускать в самостоятельный полет самого Гагарина, я мысленно одобрил выбор командованием Вывозного. Володя воевал, у него за спиной 200 вылетов на Ил-2, 3 сбитых мессера, общий налет 4000 часов. Он закончил академию с назначением в Летно-исследовательский институт ВВС. Как пилот, надежен, хладнокровен, квалифицирован и в высшей степени дисциплинирован. 10 часов 50 минут. Полковник Александр Масленников. Разыскав Каманина в Центре подготовки космонавтов, докладываю ему о вылете Гагарина и Серегина в 10.19 и о потере связи с ними в 10.32. В конце разговора выражаю обеспокоенность тем, что минут через 10 кончится горючее. 13 часов. Самолеты Ил-14 и вертолеты при сносной видимости обшаривают окрестности Киржача, но безрезультатно. Генералы Николай Пушко и Николай Кузнецов деликатно напоминают Каманину. Может быть, пора докладывать руководству? Рано. Резко отсекает тот. Наконец, примерно в 15 часов долгожданная радиограмма с борта вертолета. Майор Валерий Замычкин докладывает. Вижу обломки самолета в 64 километрах от Чкаловского и в 3 километрах от деревни Новоселова. Еще через час, примерно в километре от места падения самолета, высаживается первый вертолетный десант. Утопая в мокром снегу, военные с трудом добираются до дымящейся воронки, вокруг которой уже толкутся местные жители в перемешку с технарями. 18 часов 40 минут. К ночи становится ясно, что произошло непоправимое. Никто из прибывающих потоком генералов, обступивших дымящуюся воронку, не произносит вслух имя Гагарина. Но признаков его гибели вокруг обнаружено предостаточно. Остатки летной куртки, обуви, планшет с пометками красным фломастером, сделанными его рукой. В конце концов генерал Каманин решается и приказывает соединить его с главным штабом ВВС. Оттуда вскоре в Кремль уходит сообщение. Серегин погиб. Гибель Гагарина очень вероятна. Но окончательный вывод будет сделан после детального обследования места катастрофы. 28 марта. 1 час 45 минут. Заместитель главкома ВВС генерал-полковник Павел Кутахов. Помощники генсеков цепились в меня намертво, требуя ежечасно информировать о результатах расследования. Все мои попытки объяснить этим ретивым служакам, что так серьезные дела не делаются, понимания с их стороны не встречали. Я прекрасно сознавал все политические последствия происходящего, и лепить что-либо от фонаря, без тщательной перепроверки каждого слова и факта, не собирался. 10 часов утра. Решением ЦК создается правительственная комиссия, задачей которой является выяснение обстоятельств и причин гибели Гагарина и Серегина. Состав этого коллегиального органа грознее не бывает. Устинов, Смирнов, Дементьев, Якубовский, Вершинин, Микоян. Этот здоровый коллектив дисциплинирует и цементирует товарищ из органов, генерал Николай Захаров. Первое, что делает столь авторитетный орган, это немедленно, к концу того же дня, создает целых четыре подкомиссии по главным стратегическим направлениям тщательного поиска. Среди них серьезностью и ответственностью задачи отличается четвертая подкомиссия. Она призвана готовить общее заключение и доклад в ЦК. Ею руководит Смирнов, правая рука Устинова. Посторонних, разумеется, нет и не может быть ни в этой, ни в остальных подкомиссиях. Они укомплектованы только товарищами из КГБ, ЦК, правительства и лишь слегка разбавлены первопроходцами космоса. В момент, когда Леонид Смирнов отдает последние распоряжения, касающиеся организационных вопросов, в Центральном доме Советской Армии в почетный караул становятся Брежнев, Косыгин, Подгорный, Устинов. Рядом с ними космонавты, родственники покойных. В 10.30 правительство принимает решение о кремации погибших в тот же день. Она происходит в 21 час в присутствии всех космонавтов Устинова, Вершинина, Каманина. Урны с прахом Гагарина и Серегина ночью доставляются в краснознаменный зал ЦДСА. И с 9 часов следующего утра к ним открывается доступ трудящихся. 22 часа 40 минут. С места падения самолета в главный штаб ВВС поступает шифровка. Извлечены двигатель самолета, часть передней кабины. Найдены самолетные часы, наручные часы летчиков, удостоверение личности Гагарина с фотографией Королева. Такая мелочь, как обнаружение рядом с фото Королева, еще и снимка супруги погибшего, Валентины Ивановны, ввиду незначительности этого факта, составителям телеграммы опускаются. 29 марта. Уже утром в руки поисковиков попадают более чем достаточно вещественных доказательств гибели экипажа Спарки. Поток людей в ЦДСА тем временем не иссякает. В полдень похоронная комиссия принимает решение организовать поминки погибших в одном из свободных залов ЦДСА. Состав участников этого скорбного мероприятия 200 человек, в том числе 130 приглашенных. В течение получаса от ЦК, Совмина, Верховного Совета и Минобороны поступает несколько тысяч заявок на участие аппаратчиков всех рангов и мастей, неожиданно в один момент дружно возлюбивших погибших героев. Но бесконечные списки правоверных служак беспощадно урезаются до 70 человек. Вернувшись домой, генерал Каманин делает запись в своем подпольном дневнике, за которым много позже по заданию ЦК будет тщетно охотиться КГБ. Трудно было слушать длинные скорбные речи. Труднее всех было Валентине Ивановне, но она держалась из последних сил. Ее безразличный ко всему происходящему взгляд говорил только одно – Юры больше нет. Я никогда не увижу его больше живым. 4 апреля. Центр подготовки космонавтов с огромной свитой посещает Дмитрий Устинов, нагрянув, как обычно, неожиданно. Детально знакомится с испытательной базой, долго беседует с космонавтами, снова и снова возвращается к полету Юрия Гагарина и досадует. Время идет, а причины его гибели по-прежнему не установлены. Больше всего его возмущает то, что никто не может хотя бы предположительно объяснить это происшествие. Это черт знает что. Сто корифеев копаются, но никто не способен промычать хоть что-нибудь вразумительное. 11 апреля. Николай Каманин. Дневниковая запись. Я не перестаю думать над самым животрепещущим вопросом, который задают в эти дни тысячи советских людей в своих письмах в правительство. Почему вы не уберегли Гагарина? Я лучше, чем кто-нибудь другой понимаю, что сохранение жизней прославленных космонавтов – один из самых важных вопросов, одна из коренных моих задач. С Юрой я исколесил всю планету. Он встречался с сотнями миллионов людей, выступая по 20 раз в сутки. Все прошло благополучно. Мы с ним придерживались строжайшего режима. Нам удавалось сохранять работоспособность и бдительность. Юра имел очень крепкий характер, но даже стальной робот не выдержал бы того натиска, которому он подвергался ежедневно со стороны министров, маршалов, академиков и других больших людей. Всем хотелось с ним выпить, и обязательно до дна. Я докладывал, просил, настаивал на ограничении встреч космонавта с народом. Принималось даже постановление ЦК, но ничем нельзя было сдержать неизбежно отрицательное влияние банкетов и выпивок на характер и облик Гагарина. Бурная жизнь и выпивки медленно, но верно стирали с лица чарующую гагаринскую улыбку. Приостановить распад личности Гагарина могла только его подготовка к новому космическому полету, а также полеты на самолетах. 5 июня. Причина происшествия по-прежнему остается неустановленной. Тем не менее аппарат ЦК и ВПК в обстановке полной секретности и в тайне от генералитета приступает к шлифовке формулировок официального заключения о случившемся, предназначенного для средств массовой информации. Летчик-космонавт Алексей Леонов Сознание парализует загадка, непонятность происшедшего. Ведь достоверно установлено, что всего за минуту до гибели Гагарин пребывал в совершенно нормальном состоянии. Его речь в записях переговоров с КП размерена и спокойна. У обоих летчиков вплоть до удара о землю позы оставались рабочими. Юра держал левой рукой ручку управления, ноги у него и у Серегина были на педалях. 26 июля. В Совмине на стол Леониду Смирнову ложится совершенно секретный проект решения по катастрофе Гагарина, рожденной в лабиринтах аппарата ЦК и ВПК. Для утверждения предлагается формулировка. Вероятной причиной катастрофы является выполнение резкого маневра с последующим попаданием самолета в закритические режимы полета в усложненных метеоусловиях. Прослышав про такое, генерал Каманин встречается с Леонидом Смирновым и с места переходит в карьер. Что значит резкого маневра? Откуда? А что значит эта череда непонятных или, использованных авторами, единственно для того, чтобы у читателя поехала крыша? С какой стати? Из чьего пальца высосана вся эта галиматья? Вы что, не видите, что эта так называемая формулировка противоречит всем имеющимся фактам и реальной обстановке полета? И кроме всего прочего, позорит честь и достоинство погибших? Походив по кабинетам штаба оборонки, Каманин к своему ужасу обнаруживает, что генералы Кутахов, Пстыга, Мишук и Еремин уже сдали без сопротивления позиции аппарату и одобрили этот ублюдочный резкий маневр. 27 июля. Секретная новость о рождении оторванного от реальности заключения руководства доходит, наконец, и до Звездного городка. Соратники Гагарина по отряду садятся за открытое письмо в адрес опекающего советскую космонавтику секретаря ЦК Дмитрия Устинова. В связи с тем, что отрицательный перепад давления в кабинах самолета Гагарина мог явиться только результатом разгерметизации, следовало изучить все причины ее возникновения. Она могла произойти вследствие разрушения фонарей или кабин от столкновения с посторонним предметом, воздушным шаром в том числе, от взрыва на самолете в районе кабины. Мы считаем, что для заключения о выходе самолета на закритический режим и как следствие его падения из-за резкого отворота самолета летчиками от облаков или от воздушного шара нет оснований. Как авиационные специалисты, мы с недоумением смотрим на столь вольное, необоснованное трактование действий летчиков. Генерал Каманин вовремя почувствовал, что вокруг работы правительственной комиссии вот-вот заварится крутая каша. Он докладывает обстановку главкому Константину Вершинину. Оказывается, маршал авиации тоже думает о трагедии и более того успел сформировать в своем сознании вполне определенное мнение о том, что же произошло 27 марта. Он считает, что наиболее вероятной причиной гибели Гагарина было именно столкновение самолета с шаром-зондом, разрушившим остекленение кабины, и как результат этого потеря экипажем работоспособности. Каманин уезжает от своего верного друга, старшего товарища и наставника, удовлетворенным. Еще бы, маршал, как всегда, правильно понял суть события. Каманин солидарен с ним, но не исключает, что в кабине самолета мог произойти и взрыв. 2 августа. В оборонном отделе ЦК согласовывается окончательный вариант решения ЦК КПСС о причинах гибели Гагарина и Серегина. Этот вывод, который будет подписан Брежневым и Косыгиным, но никогда так и не будет опубликован, гласит. Наиболее вероятной причиной гибели был резкий разворот самолета с целью избежать столкновения с шаром-зондом. Менее вероятной причиной был отворот самолета от верхней кромки облаков. В результате самолет вышел на критические углы полета. Сложная метеообстановка затруднила управление самолетом, и экипаж погиб. Алексей Леонов. Слухи и ложные версии, касающиеся обстоятельств и причин гибели Юрия Гагарина, время от времени то затихают, то начинают муссироваться с новой силой. Что поделаешь? Такова цена издержек, за которые мы вынуждены платить в условиях отсутствия достоверной информации. Вполне очевидно, вместе с тем, что это море, разливанное домыслов и псевдогипотез вокруг имени Юрия Гагарина, спровоцировано подлинным заговором молчания кремлевских вождей по поводу обстоятельств его гибели и их полной абсолютной беспомощностью, проявленной при организации расследования катастрофы. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским Домом Союз и издательством Покидышев и Сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.